Музыка В отношении к власти и высказываниям, начиная с президента, премьер-министра и большинства Единой России, которые здесь находятся, я в Госдуме давно не видел. Мы считаем, что эта проблема экологии и проблема сбора и утилизации отходов, пищевых в том числе, строительных, бытовых, вышла на первое место. На первое место. Не зря у нас в Шиесе люди бросаются под технику, буквально под технику. Не зря мы видим, здесь в пикетах стоят граждане, которые живут в Архангельске и показывают фотографии, как с поля боя в Великую Отечественную. Перевязанные люди, перебинтованные, там их избивают, причем избивают силовики, а люди с голыми руками идут на танки. Буквально на танки. Из-за чего? А потому что все прекрасно понимают, есть исследования Евросоюза, которые пришли к выводу, что продукты разложения бытовых отходов, в том числе и мусоросжигания открытым пламенем, за последнее время нам преподнесло 33 вида раковых новых заболеваний. И у нас в Российской Федерации за последние 7 лет на 40% увеличилось количество граждан, которые заболели онкоболезнью. Это колоссальные цифры. Президент ищет, где взять резервы. У нас в Российской Федерации рождаемость ниже, чем смертность. А вот вам здесь еще 33 вида онкозаболеваний. И кроме правительства Российской Федерации, господин Медведев со своей командой, а это путинская команда, кроме как повышения тарифов на сбор и утилизацию бытовых отходов, больше ничего не придумала. И плюс еще 200 с лишним мусоросжигающих заводов. Вот итоги круглого стола и выводы однозначные. Каждый мусоросжигающий завод – это сброс атомной бомбы, как на Хиросиму Нагасаки. Это смерть для граждан Российской Федерации. Диоксин, который не выводится столетиями и который является основой для размножения раковых клеток. Ряд предложений от круглого стола было сделано. Отправлено будет президенту, правительству о том, чтобы как минимум запретить мусоросжигающие заводы. На это есть европейская хартия, которая уже принята. Мы входим, ратифицировали этот договор, что действующие мусоросжигающие заводы уничтожить, убрать все в всей Европе и новые не строить. Ратифицировав этот договор, Россия принимает решение в лице Медведева 200 с лишним заводов строить. Это что? Это сознательное наступление на здоровье граждан Российской Федерации. Просто хамское, наглое наступление. Я сделал предложение о том, чтобы одноразовую посуду, вот эту пластиковую, тоже после того, как Евросоюз вынес решение о запрете изготовления и использования в быту эту одноразовую пластиковую посуду, 70% этой посуды одноразовой не может ни храниться, ни утилизироваться, ни сжигаться. Это в Европе. А у нас она 100%. С ней бороться можно одним только путем. Не изготавливать и запретить к распространению и использованию. Значит, такую рекомендацию круглого стола мы тоже получили. И следующая рекомендация. Не запрещайте, не давите, не бейте граждан Российской Федерации, которые выходят с предложениями и с протестами о открытии новых, так сказать, гектаров захоронения мусора. Причем в местах, которые запрещены земельным кодексом и водным кодексом и лесным кодексом. Московская область здесь впереди планеты всей. Впереди планеты всей. Голунов Иван в своем расследовании, когда смотрел, а куда девается мусор города Москвы, 6 миллионов тонн. Неизвестно куда девается. Он эту, так сказать, публикацию сделал. Я предполагаю, что именно из-за этого в том числе ему подбросили наркоту. Подбросили наркоту Голунову. А вот эти 6 миллионов тонн московского мусора появляются в лесах, в поселках, в оврагах, везде в первую очередь в Московской области. А там люди живут, такие же граждане. Вот мы на круглого стола рекомендовали не только не запрещать, а давать возможность демократично собираться людям, высказывать мнение, и чтобы власть прислушалась к этому мнению. Иначе люди, понимая, граждане, что будут болеть дети, внуки и правнуки, что перспектива вымирания от отравления с диоксином у России, она не просто где-то в облаках, она вот уже пришла на наш порог. Они будут выходить на резкие и жесткие выступления против власти, начиная с президентского кресла, премьер-министра и всех глав, губернаторов и мэров. И второй вопрос, второй вопрос сегодня хотелось бы осветить, это Иркутская область и посадка министра леса Шеверду. Интересная ситуация. Год продержали замминистра по лесу, ничего не нашли, выпустили, решили следующего посадить министра Шеверду. Я считаю только за то, что в течение вот этого небольшого времени, в течение трех лет, вместе с Левченко и Сергеем Георгиевичем они организовали систему вырубки, добычи, древесину таким образом, что черный нал, черные древорубы, лесорубы были ликвидированы и в бюджет Иркутской области плюсом 10 с лишним миллиардов рублей принесли в клюве в качестве налогов. Весь все эти деньги, а когда Левченко пришел к руководству Иркутской области, там было 1,2 миллиарда рублей, сейчас 12 с лишним миллиардов рублей. Вы представляете, какую сумму денег вытащили из черного нала, из откатов, взяток, подкупы и всего остального? Конечно, никто не успокоится. Эти деньги будут брошены, и средства массовой информации будут брошены силовикам, лишь бы убрать людей, которые борются с этой бедой. Налом, незаконном порубке и вывоза леса из Российской Федерации. Ничего там не будет. Ничего не будет. Они работают честно и работают на государство, на область, Шеверда в том числе. Я в этом глубоко убежден. Но кто вот этим занимается гадостью, извините, они что, хотят опять вернуть нас в лихие 90-е, опять в черный нал, опять, так сказать, все это на взятки и откаты? Нельзя этого делать. Я открыто вам об этом объявляю и будем говорить это с трибуны. В ряде округов уже сейчас совершенно очевидно, что те самовыдвиженцы, которые на самом деле являются замаскированными единороссами, получают поддержку от действующего административного ресурса, который рисует им подписи для выдвижения. Те кандидаты от оппозиции, от нашей партии, которые высказывают обоснованные сомнения в качестве этих подписей и требуют их проверить, встречают ожесточенное сопротивление избирательных комиссий. Так было в 27-40-х избирательных округах, когда тайно проводятся рабочие группы по контролю подписей, когда не созываются комиссии, когда под тем или иным предлогом кандидатов не допускают до контроля подписи. Мы считаем это абсолютно возмутительным и категорически недопустимым. В некоторых округах имеется незаконная агитация, как в 17-м и 19-м, там кандидаты от власти фактически не со счета проплачут агитационные материалы, разносят их и им это также сносят, как с гуся вода. В 42-м округе имеет место наглое, просто неприкрытое воровство партийной газеты из ящиков, то есть уже разнесенной газеты. Специальные группы вытаскивают их, тем самым нанося фактически нам ущерб. Мы считаем, что все это говорит о том, что власть чувствует себя крайне неуверенно. Не просто так в этом году впервые за все время Новой России партия власти не выдвинула ни одного кандидата от своего имени, и все они идут самыми движенцами. Все они маскируются, все они скрытые латентные единороссы и пытаются скрыть свою политическую сущность, просто потому что понимают, что для них бренд действующей партии власти стал токсичен. И под ним выдвигаться на выборы – это политическое самоубийство. Мы убеждены, что тот подход, который сейчас взяли власти на вооружение, абсолютно недопустим, он приведет к полной разбалансировке политической системы, и им же самим после этого будет хуже. Мы убеждены, что те методы, которые они взяли на вооружение, категорически неприемлемы, уже хотя бы потому, что это не только и не столько, как мы считаем, произвол одних лишь московских властей, это еще и во многом инспирировано сверху, потому что есть примеры, когда даже федеральные власти покрывают откровенный бандитизм. Речь идет о ситуации с Грудининым, где передовое, лучшее в России сельскохозяйственное предприятие, совхоз имени Ленина, подвергается фактически рейдерскому захвату. Самого Грудинина затаскали по судам, организовали политическую травлю, и все это лишь жалкая месть за его смелые выступления на президентских выборах. Мы категорически возражаем против этого, и поэтому партия планирует 13 июля провести большой митинг в центре Москвы на площади революции в поддержку и нашего кандидата в президенты, в поддержку коллектива совхоза имени Ленина и против политических репрессий и преследований. Приглашаем всех 13 числа 11.00 в площадь революции. Постоим за справедливость.